Так, добрый вечер. Мы с вами вращаемся к пророку Еремиягу в надежде, что наши духовные усилия помогут всему еврейскому народу, особенно нашим солдатам, воинам и охранят их, и дадут им благополучие. И мы с вами откроем 18 главу, но тут нас пророк заставит вспомнить предыдущий материал. Слово, которое было сказано Еремиягу от Бога – встань и сойди в дом горшечника. Это мы уже с вами представили себе, что Еремиягу спускается к человеку, который делает на гончарном кругу горшки, и в этом видится образ, и Вишня ему так объясняет, что он как бы делает народ. Вот почему не получается сразу, почему приходится делать, сминать свежую глину и формировать из нее новый сосуд, потому что у народа, в отличие от глины, есть свобода выбора. И он не всегда формируется так, как Всевышний хочет его сформировать. Мы с вами говорили о том, что сосуд – это способность воспринять божественное присутствие, это благодарность ко Всевышнему, умение понять то, что он дает, то благо, которое он дает. Это высокий моральный уровень и пророчество, которое должно быть воспринято народе, все это и многое другое можно назвать сосудом, который вмещает в себя божественное присутствие, и вмещает, как мы можем представить себе, не только для себя, невозможно вмещать только для себя, а вмещает для всего мира. Мы с вами говорили, что если речь идет о божественном свете, не раскрывающем божественное присутствие, то свет невозможно поймать, он даже не вода, его невозможно вместить в кувшин, и в кувшин здесь является только символом, символом сосуда, а сосуд света, он пропускает свет через себя, он меняется в лучшую сторону, но он не захватывает этот свет, а проводит его дальше так, и санавья Израиля, они являются сосудом для света, который проходит через них, и направляется в мир для того, чтобы распространиться по всему миру, уже как бы будучи преображенным, когда он прошел через санавья Израиля. Но здесь мы понимаем, что не всякий символ, не всякий образ бывает как бы точным, и здесь есть сосуд и сосуды вода, и пророк оперирует этим образом. И мы видим, что сыновья Израиля должны быть сосудом, который воспринимает божественное присутствие, способный его передать дальше в мир, а дальше идет вот этот образ, который мы с вами немножко затронули, или символ, оставит ли снег Ливануна, беззаконие великое совершила Дева Израиля. Посмотрите, Дева Израиля – это очень высокий образ. Иечь идет о руководителях народа, мудрецов Торы, о людях, которые проникнуты Торой, понимают ее Девы Израиля. То есть Дева, как правило, неподверженная влиянию других народов, у которой есть неправильные представления, правильное, так сказать, мировосприятие с точки зрения Торы. И вот про нее говорится, оставите снег Ливануна из расщельной скалы у поля, и разве иссякнут текущие воды источника снег Ливануна. Сори, если не сложно, убери, пожалуйста, эти вот значки. Обязательно. Это в этом блоке, да-да-да, спасибо. Снег Ливануна, как мы представим себе, это целый образ, снег. Что-то очень высокое, замерзшее, то, что, в общем-то, неупотребимо, человек не может им пользоваться, но он тает, и вода стекает. Тут такой образ мы можем с вами представить себе параллель через Ихискеэля, который описывает небеса как керахнура, как лед, страшный, ужасный лед, лед, который вызывает некоторые содрогания, может быть, ощущение того холода, который от него исходит. И Рави Каплан говорит о том, что, с одной стороны, это небеса, которые как бы отделяют божественное присутствие от нижнего мира, потому что божественное присутствие в период изгнания менее ощутимо. С другой стороны, этот лед – это тот снег, та вода, которую должны были получить сыновья Израиля, или, можете сказать, тот свет, который они должны были получить, и не получают его, потому что они находятся в изгнании. И об этом говорит Рав Куку, он говорит, что все, что сыновья Израиля должны были получить в изгнании, это как бы заморожено для них, и они получат это, все, что должны были получить в изгнании, они все это получат при возвращении в Израиль. Но мы с вами можем представить себе, мы поможем здесь представить себе, исходя из того, что вы сказали, что есть какое-то величайшее благо, которое приготовил Всевышний, он не может его излить полностью на мир, потому что его некому принять, нету этого сосуда, о котором мы говорили, который он пытается сформировать, как бы пытается сформировать, и никак ничего не получается. И вот это благо, оно застыло, и застыло, как снег, как горы, как ливанские горы, как снежная шапка, но потихоньку вода все-таки стекает. Она пробивается как-то, да, и пробивается через расщелину, через расщелину скалы, да, это тоже своего рода символ. Но высший мир, высшее благо, высший свет, он входит в этот мир как бы между материей, если так можно сказать, между двумя моментами времени и двумя ближайшими точками. Если представить себе так, да, вот говорят, что есть теорема Кантера или лема Кантера, как вы помните, что между двумя ближайшими точками находится бесконечное множество точек. Я как бы для себя так формулирую эту лему. Если между двумя ближайшими точками находится бесконечное число точек, то между ними находится и бесконечное число расстояний между этими точками, что определяет точку расстояния, отделенность ее от другой точки. Вот эти зазоры, они как бы присутствуют, да, то есть как бы мир, он такой, как решето, да, то есть есть за миром ощутимым скрывается мир неощутимый, невидимый, который входит в этот мир между двумя ближайшими точками, между двумя мгновениями времени, да. Он просачивается, пробивается в этот мир, и с одной стороны он невидим, с одной стороны кажется, что можно обойтись без него, можно обойтись материальным миром, но в нем то благо, то благо, которое как бы питает этот мир, и оно, это благо, оно доступно только сыновьям Израиля. Они тот сосуд, который могут воспринимать это благо и передавать его во внешний по отношению к себе мир другим народам, да, как бы пропустив через себя. Никто другой это не может сделать, да, вот, и вот здесь Всевышний как бы сетует, что они не захотели стать сосудом. Каким сосудом, который вот как раз готов воспринять этот высший свет, пронизывающий все, пронизывающий материю, как через поры ее, как бы проходящие этой материи. Свет, который похож на снег, на горы Либанона, он пробивается, проходит через эту материю, он может хлынуть и потоком, как бы может хлынуть и потоком, но мы видим, что девы Израиля, то есть лучшие люди, они отказываются от этого света, они уже не представляют себе, что это, что это за, что это за свет, да. А это свет, это свет пророчества, это свет знания о духовном мире, понимания духовного мира. Это в конечном итоге свет, который дает прямую и непосредственную связь со Всевышним и как пророчество, и как высшее понимание Торы. И об этом свете забывают и отказываются, и отказываются от него, отказываются от этого света, отказываются от того, что скрывается за материальным миром. И опять же, если говорить о сегодняшнем дне, то мы понимаем, что мало кто живет с таким ощущением или с таким желанием соприкоснуться с тем, что скрывается за материальным миром. Мало кто живет с таким пониманием, что необходимо соприкоснуться с тем, что скрывается за материальным миром. Об этом просто как-то забывают. Распространенное явление. Люди занимаются глухой, практическим выяснением закона, что тоже очень само по себе важно. Но они не помнят о том, что, скажем, да, вот это исполнение закона, законы исполнения заповедей, оно фактически должно быть сосудом, который наполняется высшим светом, или тем сосудом, как мы с вами сказали, который проводит этот свет, постоянно проводит этот свет. То есть представление о том, что нужно исполнять заповеди, оно очень хорошо вошло в сознание, а вот то, что заповеди являются сосудом для того, чтобы проходил высший свет, об этом просто часто не помнят. И вот пророк, он как бы вот сетует, пойди попробуй сделать из этой глины сосуд, который будет воспринимать воду Ливанона, пойди попробуй сделай из сыновей Израиля сосуд, который будет пропускать через себя высший свет. А народ мой, кто же отказывается от такого света? Или, как пророк говорит, кто же отказывается от такой прохладной воды, которая течет, струится на поле? А народ мой забыл меня, возносят они курение своим божествам, споткнулись они на путях своих. И тут можно представить собой, представить такой образ, что есть, или символ, что есть поле, и на нем есть вода, прекрасная вода. Что нужно? Бери сосуд, наполняй этой водой и разноси, поливай это поле. Даже если это местность, где мало дождей. Наполняй сосуды, носи по полю и поливай, и вода прекрасная. То есть есть источник у поля, пожалуйста. Но, скажем, народ или тот человек, который является здесь символом, он это не делает. Вместо этого он поставил на своем поле идолов и молится, и ждет, когда ему дадут благополучие, благословение, когда прольется дождь благодаря им. А вода, оживительная вода, она у него под рукой. Это символ, и мы понимаем его как бы расшифровку, его развертку в нашем мире, в обычном мире, что люди забывают о том, что есть источник высшего блага и не пользуются им, не становятся сосудом для распространения этого блага, а придумывают себе разные замены этому благу, которые, по сути, являются идолом или чем-то похожим на них. Народ мой забыл меня, забыл прямую связь со мною. Возносят они курение суетным божествам, споткнулись они на путях своих, оставили вечные пути, чтобы идти по стезям, по пути непроторенному. Чтобы придать землю свое опустошению, мне очень хочется, чтобы мы поняли с вами вот эту связь. Начинается рассказ про горшечника, сделать сосуд, а потом говорится, что оставили источник с горли Банона. Вы должны были быть чем-то похожим на сосуд, в который наливают эту живительную воду и разносят ее в поле. А вы таким сосудом не стали. Вы оставили этот источник и ищите какие-то другие способы прийти к былому получу, получить богатый урожай и так далее. Все ваши поиски с позовом, они иногда кончаются и прямым идолопоклонством. А если даже это и не прямое идолопоклонство, то это похоже на идолопоклонство, потому что оставили меня настоящий источник благословения. И мы видим, что это упрек к людям такого очень высокого уровня, который похож на Деву Израиля. Мы можем вспомнить с вами, прежде чем двинемся дальше, можем вспомнить с вами, что Иеремиягу многократно возвращается по-разному совершенно к этому символу источника воды. Он начал с того, что оставили меня источник воды живой и выкопали себе, выбили себе водосборники треснутые, которые не удержат воды. Мы пытались разобрать этот момент, что вместо того, чтобы придерживаться пророчества духа Торы, люди живут своим умом, пытаются рассчитать, все сделать. Но это похоже на водосборник треснутый, который не удержит воды. Потом мы в 17 главе говорили про источник, у которого трескаются стены, и оттуда начинает литься вода мутная. Это еще один образ, который говорит о том, что сыновья Израиля, чтобы соприкоснуться с чистым источником, они берут мировоззрение, так сказать, берут мировоззрение, усваивают мировоззрение других народов и тем самым замутняют источник. И вот здесь еще один образ, как вы видите, совершенно другой. В 14 главе пророк называет Всевышнего Микве Исраиль. С одной стороны, надежда Израиля, а с другой стороны, рабе Акива читает это как Миква Израиля. То есть Миква Израиля – вода, в которую погружаются и очищаются. А здесь мы видим еще один такой символ, что постоянно течет вода сверху из гор Ливана. Она, может быть, сочится потихонечку, потому что ее не могут взять много, но и то, что она сочится, ее не берут, а оставляют. То есть мы видим, что каждый раз этот символ воды раскрывается по-разному. И дальше глава 18 делает неожиданный поворот. Здесь Всевышний говорит, что подобно восточному ветру я развею их и так далее. То есть речь идет об изгнании. А дальше глава делает очень неожиданный поворот. И здесь говорится, и они сказали, сговоримся о замысле против Еремияву. Здесь Еремияву сетует на свою судьбу. И, наверное, это больше, чем сетует на свою судьбу. Он рассказывает о людях, которые просто хотели его погубить, хотели его убить. Как это связано с предыдущим рассказом? Это связано со всем его предыдущим пророчеством, потому что мы можем представить себе, что его упреки, упреки Еремияву, они не только к простым людям, не только к ремесленникам, не только к земледельцам, которые не уделяют достаточно времени духовному миру, которые не очень-то, может быть, и связаны с храмом. Ну, так иногда приходят туда, не очень-то соблюдают законы ритуальной чистоты. То есть такой народ простой, то, что во втором храме называют Амарес, народ земли. Нет, не только их он упрекает Еремияву, и в основном не их. В основном не их, он иногда говорит о всем народе. Но часто он начинает и подчеркивает – это руководители народа, это когены, это мудрецы Торы. Он прежде всего обращается к ним. И прежде всего, если так можно сказать, видит их вину в сложившейся ситуации. Но, как говорят, рыба гниет с головы. Это он подчеркивает, хотя и не освобождает от ответственности. И весь народ, как мы с вами видим, помним, это его слова. А народ мой любит это. Должностные люди опираются на пророка, который пророчествует мир. Мы можем услышать просто сегодняшнюю ситуацию. А народ мой любит это. Это удобно, это хорошо. И никто не скажет, секундочку, а что же происходит на самом деле? Что же происходит вниз? На самом деле не то, что нам рассказывают средства связи, не то, что нам говорят официальные лица. Давайте задумаемся. Понятно, что у простых людей меньше времени, чем у руководителей думать о ситуации. Но и от них тоже требуется иногда сказать, стоп, секунду, что же это нам такое рассказывают. То есть, как бы, я бы сказал, просто звучит наша сегодняшняя ситуация. И то, что происходит дальше, это результат постоянного обращения Еремиягу с упреками к верхушке, к царю, его подданным ближайшим людям, на которых он опирается руководителям народа, пророкам, мудрецам Торы, постоянно Еремиягу бросает им упреки. И вот теперь что происходит? Они сказали, после этого очередного упрека, что мудрейшие люди, Торы, которые должны были быть руководителями народа и соприкасаться с этим высшим миром и его как бы распространять на всех, они это не делают. После этого очередного упрека Еремиягу вспоминает. Они сказали, сговоримся о замысле против Еремиягу. Вместо того, чтобы послушать его, вместо того, чтобы задуматься, вместо того, чтобы поискать свои проблемы, подумать, а может быть, мы не так учим Тору, может быть, мы далеко не всё учим, может быть, есть какие-то пласты, которые мы должны раскрывать, может быть, мы к людям должны идти не только с формальным законом, а мы к ним должны идти с духом Торы, с вот этой живой водой, пускай её струйка, пускай она не льётся как бы потоком, её нужно создать сосуд, чтобы собирать эту воду и чтобы нести её людям, орошать это поле, на котором без этой воды процветает идолопоклонство, то есть идея, что можно благословение взять ещё откуда-то, кроме этой воды из Ливанских гор, можно ещё откуда-то взять благословение. Может быть, мы здесь что-то не так делаем, но нет, реакция такая. Давайте погубим Еремиягу. Они сказали, сговоримся о замысле против Еремиягу. Ведь не пропадёт же Тора у священника. Ну, не может же быть, чтобы пропала Тора у Кагенов и совет у мудрецов. Не может быть, чтобы мудрецы Торы не могли представить себе ситуацию, дать совет царю, дать совет народу, придумать что-то, исходя из Торы. Что же он такое говорит? Всех, все у него не те. И Кагены, и пророки, и мудрецы Торы. Давайте-ка мы как-то от него избавимся. И слово не пропадёт совет у мудреца, и слово у пророка. Давайте сразим его языком и не будем больше внимать словам его. Давайте мы его как-то, так сказать, подловим на чём-то, подставим или даже оболжём в суде. Представим против него ложное свидетельство. Всё это во имя небес. Только бы избавиться от этого человека, который очерняет всех. И ремягу обращается ко Всевышнему. И опять же, тут нужно представить себе, что сейчас будет очень резкий переход. Он говорит так. «Видни мне Бог, и услышь речь врагов моих. Платят ли злом за добро?» Ведь поучение – это добро. Я к ним шёл с добром, с добрым намерением. Поучение, фактически, поучение – это часть любви, неотъемлемая часть любви. Я же не желал им зла. Я желал исправления. Я желал им спасения. Может быть, они думают, что я желал, чтобы они были отданы в руки халдеев и перенесли все эти несчастья, о которых я предупреждал их. Да нет же, я шёл к ним с добром, предупреждал их, старался исправить их, а не призывал их на их голову наказание. Платят ли злом за добро? А они роют яму душе моей. Хотят меня погубить кознями, наветом, ложным свидетельством. Вспомни, что я стоял перед тобою, чтобы говорить о них доброе. Всевышний, вспомни, что я молился за них, эти люди, которые хотят меня убить. Там есть и планы отравить Еремьяву, просто взять и отравить его. Эти люди, которые хотят меня убить, я молился за них, чтобы отвратить гнев твой от них. За это предай сыновей их голоду и порази их мечом. Пусть жёны их лишатся детей и овдовеют, а мужья их пусть поражены будут смертью. Тут, кажется, есть какая-то мстительность. Нет. Мы сейчас увидим, что это только во имя Всевышнего, чтобы, скажем, да, как можно сказать, отомстить, если так можно сказать, или воздать за осквернение его имени, за глубочайшее непонимание, за то, что добро переворобидят в добре, видят зло. И поэтому Еремьяву говорит о тяжёлых, тяжёлые его такие просьбы, если так можно сказать, об этих людях. Пусть слышится вопль из домовых, когда нежданно наведёшь на них отряд за то, что рыли они яму, чтобы поймать меня, и тайком расставляли ссылки у ног моих. Ты, Бог, знаешь все замыслы их о том, чтобы убить меня. Так, буквально хотели отравить его. Не прости вины их и не сотри греха их перед тобою, и да будут они привержены перед тобою, отомсти им в час гнева твоего. И дальше у нас... Так, что же здесь получилось? Да, по-моему, я отрезал здесь конец главы, если я не ошибаюсь. Одну секунду я её проверю. Секунду, может быть, у меня получилась техническая накладка, я хочу её проверить, чтобы у нас была полнота картины здесь. Нет, да, просто это дальше, да, немного дальше. Мы видим, да, что Еремияву он не за себя просит. Он говорит о том, что его жизнь ему недорога, и неизвестно, чтобы лучше было для него жить или умереть, и поэтому несчастье на голову этих людей он призывает только для того, чтобы прекратить осквернение имени Всевышнего, чтобы воздать за осквернение имени Всевышнего. Так, да, вот. Это будет немножко позже. А теперь мы видим с вами ещё одно звено цепочки. Ещё одно звено цепочки. Очень трудно связать эти рассказы вместе, но вот мы как-то всё-таки с вами постарались соединить сосуд и воду Ливанона, талую воду Ливанона, пробивающуюся через скалу. Мы попытались соединить, да, что вот они не стали тем сосудом, который должен был набрать эту воду и растить это поле, да. А вот теперь новый ход, да. Так сказал Бог, пойди и купи изготовленный горшечником глинный кувшин. Мы понимаем, что, конечно, должна быть связь между теми сосудами, которые изготовлялись, да, и тем кувшином, о котором сейчас идёт речь. На самом деле это не кувшин, да. Вот я воспользовался здесь готовым переводом, но мы поправимся. Это бакбук, да. Бакбук, как вы понимаете, это бутылка, сосуд, небольшой сосуд с узким горлышком, который, как правило, использовали для того, чтобы переносить воду. И воду не для... Где-то в переходах, да, иногда был мех, а иногда пользовались вот таким сосудом для воды, который, может быть, подвешивали на пояс. Он был небольшой, и был достаточен для одного человека, но не для того, чтобы напоить многих. Очень интересно то, что Раши здесь, когда написано бакбук, как бы чёрным по белым в тексте бутылка, он поясняет, слухит, он говорит блюдце. И как бы это особенность Раши. Он напишет одно слово, а потом ломает голову, что он хотел сказать, и почему он бакбук решил прокомментировать, как блюдце. Может быть, это подставка для этого, для этой бутылки. Может быть, он слово бакбук так понимает, что оно означает не только бутылку, но и блюдце. Совершенно непонятно, но идея его здесь просвечивает, и давайте попытаемся представить себе. Сначала посмотрим, что у нас здесь происходит. Давайте я чуть-чуть подниму этот текст, или вот мы сделаем чуть, добавим масштаб текста, и двинемся дальше. Так сказал Бог, пойди купи изготовленные горшечником глинные кувшины, возьми бутылку, и возьми с собой несколько старейших народа и старейших священников, и выйди к долине Бен-Геном, что у входа в ворота харсид, харсид – это, как сказать, это глина, а здесь это скорее глиняные обломки, глиняных сосудов, и прогласи там те слова, которые скажу тебе. Так сказал Бог Цваот, Бог войнству, Бог Израиля, вот наведу я на это место бедствия, что у каждого, услышавшего о нем, разбегнет в ушах, за то, что оставили они меня и сделали чуждым мне место это, и выжигали там курение иным богам, которых не знали они, ни отцы их, ни цари и иудеи, за то, что на полное место это кровью невинных, и настроили они жертвенных возвышений Баалу, чтобы сжигать в огне, остановить своих восхисажения Баалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на ум мне не приходило. Последняя фраза очень известная, мы, может быть, на ней остановимся. И дальше говорится, да, за это вот наступают дни, сказал Бог, когда это не будет больше место называться Тофет, сейчас попробуем разобрать это слово, и гей бен еном, а гей арига, долина убийства или убитых, и сведу на нет совет иудеи Иерушалайма, то есть говорятся тяжелые слова, предсказания о Иерушалайме, вот, о Иерушалайме, вот, вот, наведу я на город этот, на все города его, все то бедствие, которое изрек на него, потому что засвточили они свою выю, чтобы не слушать слов моих. Что это за бутылка? Он, в конце концов, Еремияу разбивает ее на глазах у старейшин. Зачем он берет старейшин с собой, каких-то мудрецов? Во-первых, сама по себе интересная ситуация, он берет с собой старейшин, значит, есть кто-то, кто его поддерживает, Да, есть те, кто к нему прислушивается. Рамбам Маймонит пишет, что Еремияу стоял во главе Сангидрина, или что, по крайней мере, Сангидрин его слушал, но это можно отнести только к более раннему времени, к периоду правления Иерушиягу, правильного царя. Тогда, да, Сангидрин мог слушать Еремиягу, и царь слушал Еремиягу, и Еремиягу помогал царю, Еушиягу. Все это было. А здесь речь идет о времени гораздо более позднем, скорее всего, о времени правления Юакима, который был злодеем. Мы помним, что мы помним, что Юакима поставил на выходной царь последнее событие, она такова. Ешиягу правил 31 год, и был царем праведным, и был убит фараоном Неха, который шел через Юуду, чтобы воевать с Бавелем, объединиться с Ашуром, и воевать с Бавелем. Юшиягу вышел ему навстречу для того, чтобы преградить путь, и был убит возле города Мегидо, его изрешетили стрелами. После него фараон, возвращаясь после этого сражения около Каркамиша, которым не было победителей. Скорее всего, он проходит через Юуду, и он смещает Юахаза, которого поставили вместо Юшиягу сына Юшиягу Юахаза, и ставит вместо него Юакима. Юахаза он сбросил, по всей видимости, потому что Юахаз попытался отомстить за отца, и у него не было на это сил, и фараон просто его сместил и поставил Юакима. Поставил Юакима. И Юаким очень был рассержен тем, что народ предпочел ему младшего брата Юахаза, и будучи человеком, и это было не случайно, будучи человеком мстительным, испорченных нравов, нравов он в общем-то издевался над народом, облагая его податями, тяжелыми податями, выплачивая дань, выплачивая дань, выплачивая дань фараону исключительно из из того, что он собирал с бедных людей. Затем фараон, затем Новыхудный царь на четвертом году его правление Юакима пришел в Иуду и потребовал от Юакима, чтобы он служил Новыхудный цару. Чтобы он служил Новыхудный цару. И Юаким поклялся Новыхудный цару и через девять лет он восстал где-то через как мы скажем, меньше несколько, на седьмом году своего правления он восстал против Новыхудный цара. И во время его правления как раз Еремья выходит к воротам и обращается к народу. И Сангедрин вряд ли в его распоряжении в это время, чтобы он мог что-то сказать, приказать Сангедрину. Но мы видим, что есть люди, которые его поддерживают и он берет их с собой. и то, что он берет их с собой и для того, чтобы они видели, и для того, чтобы они слышали, и для того, чтобы они рассказали потом тот знак, который он дал. Но не только это. Может быть, мы потом посмотрим, как, для чего нужно, почему он именно должен был взять старейшим. он берет этот сосуд, эту бутылку, и он в конечном итоге разбивает ее. Вот мы видим это повеление, может быть, я его пропустил или быстро прочитал, и разбей кувши, бутылку на глазах у тех людей, которые придут с тобою. и скажешь им, так сказал Бог, воин так разобью народ этот и город этот, как разбивают сосуд горшечника, который уже нельзя сделать целым, и будут о них хоронить в Тофите, и за нехватки места для погребения будут хоронить там людей. Теперь наша задача как бы все это попытаться с вами разобрать. Ворота Харсит, ворота Глиняных Осколков, они так называются, потому что там у этих ворот мы потом увидим, что у них есть другое название Шаара-Ашпа, ворота мусора, там разбивали кубшины, которые не кубшины, скажем, а все сосуды из глины, которые использовали для жертвоприношений, потому что, как мы знаем, глиняный сосуд, который использовался для жертвоприношений, он впитывает в свои стенки какие-то остатки жертвы, его нельзя уже использовать для будничных целей, его нельзя использовать для другой жертвы, потому что срок того, что он впитал свои стенки, он прошел уже. И единственное, что можно сделать с этим сосудом, его можно разбить. Было место, где разбивали такие глиняные сосуды, которые использовались для жертв. И туда он выходит с этой бутылкой, и там он ее разбивает. Теперь что это за символ такой? Можно представить себе, что Всевышний, если так можно сказать, как горшечник, он делает сосуд, и ничего у него не получается, большой сосуд, кувшин, которым разносят воду по полю, чтобы оросить поле, этот ничего не получается. На все, что согласны сыновья Израиля, это быть маленькой бутылкой, которая вмещает немного воды. То есть они не готовы воспринимать большое благословение, благословение необходимое для того, чтобы его распространить на землю Израиля, свет Всевышнего, который необходимо распространить на землю Израиля, для того, чтобы дать благословение, а в конечном итоге распространить ее на весь мир, они это не понимают, они далеки от понимания того, что вода стекает с гор Ливанон, что высший свет проникает в этот мир, и нужно его как-то воспринять для того, чтобы превратить в благословение для себя и для других народов максимум, на что они согласны, они согласны быть небольшой такой бутылочкой, флакончиком, в которой поместится немного света. То есть готовы воспринимать свет для своего, быть сосудом, который воспринимает свет для своего личного благословения, для своей семьи, для ближайшего окружения. Благополучие такое простое, земное, маленькое. Ограничиться формальным соблюдением заповеди Торы, не думать ни о чем высоком, не искать пророчества, не искать связи с высоким духовным миром. Большое, небольшое такое благополучие. И вот это не может, скажем, такое желание не может привести ни к чему, оно не может поддержать народ. И этот сосуд маленький, небольшой, такой невзрачненький, бутылочка для одного человека, она будет разбита. Если уж она разбивается, она разбивается на том месте, где разбивают сосуды для жертвоприношений. Но это место, оно недалеко от того места, которое называется долина Бегеном, где во времена Минаше приносили жертвы идолам и где проводили детей в честь Молыха через огонь. И там же и, скажем, еще более раннее время Ахаз провел, царь Ахаз провел через огонь своего сына Хискиягу. То есть место, отмеченное идолпоклонством и таким культом, который ставит в опасность детей. Некоторые дети проходили через огонь, некоторые дети погибали. И мы видим, что это обращение в основном к мудрецам Торы, к людям высоким, людям великим, которые не сумели построить большой сосуд для всего народа. А если они не сумели построить большой сосуд для всего народа, если этот сосуд такой маленький для личного пользования, то он не может спасти людей, дать им, указать им верный путь. И многие, они, к великому сожалению, не скатываются к идолупоклонству. Вот это примерно тот символ, который мы можем представить себе. И тогда у нас есть здесь три ступени. Это дом горшечника, где он делает на горчарном кругу сосуд. И как бы у него ничего не получается, каждый раз возвращается к началу, сминает эту глину. Далее вода, которая пробивается из скалы, с ливанских гор. А нету сосуда для того, чтобы набрать эту воду. И, наконец, третий шаг. Есть как бы маленький небольшой сосудик, которым сыновья Израиля готовы быть, для того, чтобы каждый мог воспринять какое-то свое небольшое маленькое личное благословение. И это совершенно не годится, не может никого спасти, потому что не может спасти от неверных мыслей, неверных представлений, от этого поклонства, не может спасти либо тех, кто является этим маленьким сосудом, либо тех, кто их окружает. Вот здесь я поставлю точку. И, пожалуйста, если вы хотите, то можем что-то попытаться с вами обсудить. Сейчас я делаю стоп-шер. И жду ваших вопросов. Равзеев, можно просто, если актуализировать, где мы сейчас, в каком месте находимся? Мы горшочек, мы кувшинчик, мы бакбук. Мы что-то даем народу Израиля? Даем ли народу мира? Какой-то свет же все равно идет, да? Обязательно. Ну, тут, конечно, как вам сказать, да? Я даже вижу большую ценность, большую, как бы более высокую задачу, чем актуализировать и дать нам определение, кем мы являемся, небольшой бутылочкой, да? Вот, или людьми, которые отказываются от живительной воды, которая течет из расщелиной скалы, да? Я бы здесь больше увидел для нас, больше увидел призыв, да? Призыв вырваться из узких рамок, из узких представлений, и, главное, из, так сказать, эгоистичного использования заповедей, представления о том, что соблюдай заповеди, и все будет у тебя лично, все будет в порядке. Если даже такая мысль не присутствует, то эта мысль, если так можно сказать, или это представление очень нагружает наше подсознание, да? То есть нам очень трудно удалиться от такого эгоистического восприятия заповедей Торы. Делай, и все будет хорошо. Вот здесь сделал, да? И мы видим, что очень часто, очень часто смысл заповеди не ищется, есть представление, да, просто к нему нету интереса, и есть только, есть только стремление вот исполнить, сделать это и сделать это. Для чего? Для того, чтобы было хорошо. А вот делай так, и будет, делай так, и будет, будет хорошо, да? Вот, а в этих символах, я бы сказал, есть призыв, призыв вспомнить, да, о предназначении еврейского народа, да, о том, что мы должны быть мамлехеткованим, бегойка, дож, царством священников и народом святым, да, то есть для этого, собственно, и дарована Тора, что есть великие, есть великие задачи, которые иногда требуют от человека, я бы не хотел сказать цена пожертвования, но даже риска для жизни, например, это завоевание всей земли Израиля, да, это задача, которая обязывает и служить в армии, и иногда жить в тех местах, где не совсем благополучно. Опять же, я никого не толкаю, никому не указываю, но если говорить как бы хотя бы теоретически, то от этого, от этой посылки уйти невозможно, да, то есть не только заповеди, которые соблюдаются для личного благополучия, чтобы было в порядке у тебя все, и все, все были здоровы и так далее, и так далее, да, есть заповеди, которые, в которых есть что-то высшее, огромное, да, более огромное, чем личное благополучие, да, это и завоевание земли Израиля, это и построение, и построение храма, в котором, который может быть очень непростой задачей, очень тяжелой задачей, также требующей напряжения, силу, самоотверженности от всего народа, да, вот, и, как бы, да, говоря, возвращаясь к символам пророка, задача, задача не быть маленьким кувшинчиком, в котором есть вода, как бы, для одного человека, а задача быть большим сосудом, в который, возможно, набрать воду, стекающую с каких-то высот, скажем, духовного мира, может быть, можно так сказать, да, и растить ей все поле, то есть и для себя, и для других, да, то есть не пользоваться мелкими представлениями, не видеть в соблюдении заповедей стремление к какому-то личному благополучию, может быть, но здесь больше есть что-то, более высокое, да, и помнить об этом, и искать смысл заповедей, потому что, когда ты ищешь смысл заповедей, ты ищешь и связь со Всевышним. Здесь, может быть, можно вспомнить, может быть, можно вспомнить такой образ Аризаля к нашей недельной главе в Ишлаг, где описывается борьба Якова с ангелом Исава, да, с ангелом народа Исава, и говорится, что ангел поразил Якова, в Гемаре Хулин разбирается, как он его поразил, какую ногу и так далее, Аризаль говорит, что он поразил ему обе ноги, да, и Медраж, да, Аризаль – очень интересный мудрец Тора, если так можно позволено сказать, да, он глобальный, в отличие от многих хасидских посылок, которые базируются на нём, он глобальный, да, и что же он говорит по этому поводу, что ангел Исава поразил у Якова слабое место, это слабое место, это обе ноги, обе ноги с каббалистической точки зрения, но мы не остановимся на этом, просто на назывании вещей, да, с каббалистической точки зрения, это Нецах и Год, это две сферы, которые можно назвать вечность и красота, или Годли с красоты, может быть, так можно их назвать, и это, да, ничто иное, как Ирушалаим и пророчество, да, то есть то, что ангел поразил у Якова, это Ирушалаим и пророчество, что это значит, что у Якова и у его потомков Ирушалаим и пророчество – это слабое место. В каком смысле? Мы не чувствуем недостатка храма и мы не чувствуем недостатка пророчества, мы готовы удовлетвориться меньшим, маленькой бутылочкой, да, и не стремиться к огромному сосуду, который проводит мир, свет, подобный в воде, стекающей с гор Ливанона. Можно вот так сказать. Вот, это как бы непосредственная посылка Аризаля. Спасибо, Равзи, спасибо. Очень, очень так трогает. Хорошо, хорошо, что трогает, вот, и надо нести это дальше, надо нести это дальше на проблемы, которые у нас есть, вот, и, как бы, взгляд на вещи, нам нести как-то дальше. Хорошо. Ладно, что-то есть еще спросить? Окей. Если нету вопросов, то я хочу вам напомнить, что мы заняты с вами очень важным делом. Фактически мы восполняем какой-то пробел, который у нас существует, ну, как минимум 300 лет, а может быть и больше. Это понимание пророческих текстов. И я надеюсь, что если не всегда, то, по крайней мере, время от времени нам удается соприкоснуться с их глубиной, с их истинным светом, и результат наших с вами усилий, он просто неоценим, чтобы он пошел на пользу всему еврейскому народу, чтобы он защитил всех, дал благополучие и приблизил построение храма, который может быть построен только в том случае, если, как пишет Иуда Али Вив в твоей книге Кузари, если только есть страстное желание у еврейского народа построить храм. Откуда оно возьмется, это страстное желание, если нет понимания, что это такое? Так что, вот, спасибо вам за поддержку. Мы с вами будем продолжать дальше. Хорошо. Спасибо вам. Тогда всем счастливо. Пока. Спасибо. Пока. Спасибо. Началось освобождение передачи Красному Кресту десяти захваченных шестого. Пока. Чтобы все были здоровы и все были освобождены. Дай Бог. Дай Бог. Амин. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok